Знаете что? Самое время для фильма про снеговика-убийцу. Вот почему я нарядился снеговиком для этого шоу. И прежде чем перейти к снеговику 1997 года, черт возьми, почему нет, мы посмотрим и его продолжение. Да, мы все знаем историю о серийном убийце, который перевоплотился в снеговика-маньяка. Это такой жанр, в котором убийца должен кем-нибудь стать после своей смерти. Конечно, в основном мы знаем об этом фильме по бросающимся в глаза обложкам кассет, выпускавшихся в конце 90-х, с этими милыми рожицами, которые заставили вас подумать, что если на Рождество я смотрю это, то для 4 июля я припас дядю Сэма. Автор сценария и режиссер Майкл Куни, у которого идея фильма родилась еще в 1989 году. Он его снимал только потому, что за такие маленькие деньги никого не смогли нанять. Он известен как автор сценария идентификации, и говорят, что бюджет этого фильма был равен бюджету на питание на съемках идентификации. Хотя одно время считалось, что у фильма более высокий бюджет, и даже велись переговоры с режиссером Ренни Харлином, но не обращайте внимания. Бюджет изначально был мал, и если честно, более высокий бюджет достался более жуткому фильму Джек Фрост 1998 года. Хотя бюджет у этого фильма все же больше, чем у «Проклятия Джека Фроста», которое я недавно смотрел. И он начинается довольно жутко. Расскажи сказку. Нет, уже поздно. Но я хочу сказку. Да, послушай одержимого ребенка, который хочет сказку. И самый подходящий для этого человек Майкл Куни, который начинает повествование. Он знает, что рассказать под титры на фоне украшений. Самое время рассказать ребенку сказочку про маньяка-снеговика. Он втыкал ножи в лица, вспарывал животы, прыгал по головам, пока не начинали вытекать мозги. Я больше не хочу. Малыш, ты либо примешь эту историю, либо придет Боргнайн и расскажет страшную сказку про обезьянку. Хотя мы не раз вернемся к предыстории, это довольно забавный рассказ, который приводит нас к конвоирам, везущим осужденного серийного убийцу Джека Фроста на казнь. Но сначала нужно сделать остановку и прикупить игрушек для сирот, естественно. Джека Фроста играет Скотт Макдональд с некоторыми знакомыми репликами. Слышь, дружище, может покурим? Прямо как в нападении на 13-й участок, если бы Наполеон Уилсон превратился в снеговика, прежде чем начать помогать полицейским спасти их участок. О, название города Сноумингтон. Видите, он как будто напрашивается на то, чтобы в нем появился снеговик-убийца. Теперь я хочу, чтобы елка-убийца стояла в елка-убийце Бурге. Ему будет очень легко сбежать, потому что, черт возьми, нельзя ли мне больше обзора, я пытаюсь везти машину? Ну, создатели научно подкованные люди. У вас грузовик с маньяком Джеком Фростом, который врезается в другой грузовик, перевозящий химикаты. Но это обретет смысл только тогда, когда он станет снеговиком. Как тогда, когда Ричард Кимбл пережил крушение и превратился в поезд. Фильм не идет по пути Хэллоуина 2 робо-зомби, когда слово «фак» произносилось в течение пяти минут. Но даже с этим бюджетом они постарались на славу. Будет больно. Дальше все произойдет само собой. Наслаждайтесь анимацией, прежде чем мы перейдем к шерифу Сэму, преследуемому флэшбэками об аресте Джека. В те времена Джек носил парик. Минуточку, покойный Кристофер Олпорт? Он был Никки, лучшим другом геем в Дикому икенде! Пересматривайте старые эпизоды сноба. И Скотт Макдональд максимально использует свое экранное время. Потому что в следующий раз, когда ты меня увидишь, ты сдохнешь. Будь уверен, я найду способ! Знаешь, твои слова ранят очень глубоко. Я надеюсь, что они едут посмотреть казнь, потому что он взял с собой ребенка. Это его ранний рождественский подарок. Шерифу не обязательно присутствовать на месте происшествия. Похоже, они пропустили казнь и сразу отправились завтракать. А кто такой Джек Фрост? Джек Фрост очень плохой человек, милый. Но его больше нет. Что ж, об этом достаточно подробно рассказали во время вступительных титров. Учитывая сюжет и глупые звуковые эффекты в сцене приготовления овсянки, полагаю, они сделали это сознательно, думая, что снимают комедию. Хотя я очень жалею насчет погоды. На самом деле, во время съемок фильма было тепло не по сезону. Иногда приходилось прибегать к созданию большого количества искусственного снега. Но это не остановит конкурс снежных фигур и неловкую светскую беседу. В чем разница между снеговиком и снеговихой? Увидимся, чудило. В снежных шариках. Позже он был казнен за нелицензионные плохие шутки. Даже тут Скотт Макдональд появляется, чтобы украсть сцену. Я тут слышал про Джека Фроста. Ну что ему конец? Сэм, ты в порядке? Это было самое громкое воспоминание. Для Шеннона Элизабет роль Джилл стала первой ролью в кино, и это хороший дебют. В будущем она сыграет в очень страшном кино. Здесь есть забавные мелочи, например, когда Сэм выбрасывает овсянку, приготовленную для него сыном, а затем этот закадровый голос. Но папа, я сделал ее специально для тебя. Да, зашибись, еще один день с пищевым отравлением. А когда он доберется до участка? Что? Кто-то умер? В этом фильме не очень уважительно относятся к смерти старика Харпера. Если кто-то и поймет, что происходит, так это он. Смотрите, у него кобура и черная водолазка. Это значит, что он кое-что знает, и его зовут агент Мэннерс. Они чертовски хорошо поработали над Гримом. Операторская работа изобретательна, и манера съемки не статична. Фильм снимал Дин Лэнд. Да, конечно, он снимал бензин, еду, жилье, но также и класс 1999, новый учитель. Для меня это говорит о многом. О, здорово, наконец-то люди расстроились из-за смерти старика Харпера. Мужики, то, что вы тут носитесь, как толпа линчевателей, не облегчает мою работу. Но они уже придумали слоган «Зло растает сегодня». Самое время для флирта между помощником шерифа и секретаршей в участке. Прямо как это было в сериале «Твин Пикс». Джек почти набрался сил, и все, чего ему не хватает, чтобы кто-нибудь приделал ему пару пуговиц. Э, подошел. Я сказал, подошел сюда. Ты не только урод, но еще и глухой. А еще появление хулиганов, которых можно поубивать. Вы могли бы сказать, что «Снеговик» — это реинкарнация Билли из «Тихая ночь, смертельная ночь», который тоже любил обезглавливать гопников, катающихся на санках. Разгневанные родители уверены, что сын шерифа — убийца, и даже, скорее всего, одержим сатаной. Но голос Скотта Макдональда заверяет нас, что это точно «Снеговик». Я найду способ! Я найду способ убить тебя и всех твоих! Я думал, а ты это уничтожил. Что ты делаешь? Ты выбрасываешь письма с шестерки Боба! Мне нравится скорбящий папа, чей сын был только что обезглавлен, на что всем вокруг плевать. И куда во имя святого ты собралась, словно какая-то ночная леди? Для тебя что, все хорошо? Папа, я знаю, что мой брат мертв, но у меня так-то свидание. Так ему и надо за то, что он совсем не остерегается снеговика, похожего на человека в костюме. Но знаете, костюм работает, это не Сиджай-чудовище. А фильм обладает хорошим чувством юмора, чтобы я мог смириться не только с этим, но даже и с его каламбурами. Боже, накурено хоть топор вешай! Ну и что, пап? Это гораздо лучше, чем... А я и не снеговик! Хотя как он попал в помещение? О, это нормально, потому что он может менять размер, таять, а потом опять принимать свою форму. Я думаю, об этом стоит писать на предупреждающих этикетках. Плюс в этом году я посмотрел несколько рождественских ужастиков, в которых смерть наступает от рождественских украшений. Самая большая трагедия в том, что им придется найти Джилл и сообщить, что теперь еще и родители мертвы. Это испортит ее горячее свидание. К счастью, ФБР уже в городе. Агент Мэнерс. ФБР? Да. А что? Ладно, я тебе верю, и не нужно показывать удостоверение, прошу, продолжай. Я больше верю в то, что вы охотники за привидениями, чем агенты ФБР. Мне нравится операторская работа, особенно, когда камера замерзает. Этот город всегда объединяется, когда крадут деревья у людей, которые умерли. И серийный убийца не повод для отмены торжества в ратуше. По рекомендации администрации, я ввожу в городе 24-часовой комендантский час. Фуууу, начинай танцевать под Чарльза Брауна, либо рассказывай истории про Иисуса. У мужика здравая идея – убить всех снеговиков на своем пути. Отстаньте! Вау, с ним будет все в порядке. А когда мы вернемся, то приготовим вкусную морковку. Северо-западный банк желает праздников, наполненных волшебством и чудесами. Вот мы и вернулись. А-а-а, все еще рекламная пауза, потому что, конечно же, это Туби ТВ. Здесь множество фильмов про снеговика, выбирайте любой. Ну ладно, теперь-то уж мы точно вернулись. Поймай безумца, стань героем, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Верните мне рекламные джинглы. Стойте, не обращайте внимания, здесь по-любому произойдет что-нибудь веселое. Снеговики умеют водить. В этом городке бывает очень скучно, когда нет снеговика-убийцы. Или когда жонглируют не Шелли из «Пятницы 13» в 3D. Люди думают, что самое худшее в снеговиках-убийцах – это то, что они убивают. Но когда оказывается, что в доме нужно кое-что починить, я удивлен, что прорыв крана не сопровождается закадровым смехом. Вам следует починить трубы, мисс Тайлер. Да, Джо, не мог бы ты этим заняться? Джо – долбанный неудачник. А вот и победители по жизни. Что может быть лучше, чем отвлечься от мертвого брата и пробраться в дом шерифа? И епстись, пока не взойдет солнце. Прямо как в классической песне «Детка снаружи тупо». Я не знаю, почему это снято, как будто Бэтмен и Робин одевают костюмы в фильме Шумахера, но я рад, что это так. Честно, я думаю, что у Шумахера получилось бы ловчее. Впрочем, не волнуйтесь, за ней следит множество людей. Так, теперь мы в деле. Мне искренне любопытно, как они собираются победить Джека, если он может растаять и влезть в морозильную камеру в виде поехавшей ледышки, а затем вырубить человека с нежным прямым ударом, а потом превратиться в полноценного снеговика с видом от первого лица. О, а еще вот это! Куда собрался? Вооружен и очень опасен! Эти шутки подпитывают его силы, не так ли? Бля, братва, сиськи и купание! Ты умрешь от удара током, если будешь купаться с электрогитарой. А вот сцена, которую мы все ждали. И это смерть от морковки. То, о чем даже создатели фильма говорили, что не знали, что из этого получится, пока не оказались в монтажной. И самые худшие. Чертова служба безопасности ни хера не сделала, чтобы этому помешать. Вот если бы у них были навыки агента Мэнерса, какое оружие имеется у вас в наличии? О, а снегоочиститель подойдет? Он достает сундучок людей в черном, доверху наполненный оружием. Если подумать, то я не хочу забывать ни одну из сцен этого фильма. Особенно, когда Сэм обнаруживает, что Джек превратился не только в снеговика, но и в Майкла Китона и Мартина Шорта, который отстаивает право на собственный фильм. Хотя по-прежнему никакого понятия о том, как его победить. Хотя фен, возможно, его притормозит. А кто-нибудь пробовал просто написать на нем свое имя Мачой? Мне нравится, как Джек Фрост ведет себя подобно Т-1000, которого играет Берл Айвз. Еще мне понравилось, что они не стали слишком запариваться с монтажом, но... Этот фильм точно не досчитался премией Оскар за лучшую операторскую работу и лучший монтаж. К счастью, я уверен, что он еще вернется, потому что осталось еще 15 минут фильма, а он не может идти меньше часа двадцати. Смотрите на меня! Я Пикассо! Давайте посмотрим историю игрушек. Я очень надеюсь, что они используют оставшееся время для научного объяснения феномена Джека Фроста. Стреляя в единственного, кто может ответить на все их вопросы. Чтобы обеспечить выживание нашей расы после глобального Холокоста, я создал вещество, которое связывает человеческие хромосомы. Тогда логично, что убийца-снеговик хочет отомстить шерифу, который его арестовал. Хотя после рекламной паузы на 2B TV, я думаю о том, что звонок в Джей Джи Уинтвард даст мне наличные на уничтожение снеговика. Тогда у них хватит бюджета на концовку. Давайте самый большой снежный ком, который вы сможете найти. Эй, Джек! Что? Ты выглядишь каким-то подтаявшим. Вы что, пошутили, сукины дети? Иногда Джека довольно легко попустить. Решением проблемы оказывается то, что до этого им просто не хватало включенных фенов. Но посадить его в печь означает сделать еще более могущественным, поскольку теперь он начнет преследовать в кошмарах их детей. Что? У него даже не будет последней фразы? У этого фильма осталось еще достаточно времени. Я не думаю, что все 10 минут будут идти титры. Есть ли еще способ его победить? Адский огонь только что выпустил его пар из печи. Он переродился. И теперь в этом фильме у него охерительные зубы. Что еще они придумают, чтобы растянуть фильм? Хотя эта часть оригинальна. Мы можем вернуть тебя обратно. Но мне хорошо таким, какой я есть! Стой, стой, стой! И вот, наконец-то, в фильме убийца говорит, а знаете что? Я живу в гармонии со своим я и новой волшебной сущностью. Теперь он путешествует по округе внутри человеческого тела. А потом парня тошнит. И, конечно же, он выбирается и проникает внутрь машины. Если ваш двигатель затоплен, это значит, что в машине сидит снеговик. Дело дошло до того, что если он потерпит поражение, им придется изрядно потрудиться, чтобы заставить меня в это поверить. Конечно, он обижен на домашнюю детскую овсянку, потому что туда был добавлен антифриз, специально для людей, которые любят погорячее. Ну ладно, это довольно глупо для меня и этой вселенной. Конечно, фильм получил плохие отзывы после выхода на экраны, но знаете что? Он достигает цели, поставленной перед ним. Смысл таких фильмов в том, чтобы получить хорошую порцию смеха и неплохих убийств. В нем есть и то, и другое, и он очень забавен. Времена меняются. И для синема сноба становится нормальным любить Джека Фроста. Мы живем в мире, в котором сейчас снобы бьют режиссеров за то, что они пихают классику в свои списки любимого кино. В «Гражданине Кейне» был Чарльз Фостер Кейн, который сражался со снежной глыбой, пока оба не грохнулись в чан с антифризом. Нет, но, наверное, так бы и было, снимая Орсон Уэллс в 70-х. Все пять жителей этого городка рады победе над снеговиком. Раньше ляжешь спать, раньше встанешь. Тогда вы сможете посмотреть, как его хоронят. Как бы вы ни старались, я знаю, что это за дел для продолжения. И это полноценный двойной эпизод. Смотрите, все бурлит. Это значит, что нас ждет злодей из черепашек-ниндзя. И это конец. Боже мой, я получил именно то, за что и платил. И обложка коробки гарантировала, что фильм станет хитом на видео. Далее, в 2000 году, мы заслуженно получили сиквел «Снеговик 2. Месть мутанта. Убийцы снеговика». На самом деле, важно, что они указали, кто такой снеговик, таким длинным определением в названии. И мы скоро к нему вернемся, после рекламной паузы. Мятная Нести. Самая крутая Нести. Я вернулся, и я все еще в костюме снеговика специально для этого фильма. Он намного лучше и меньше колется, в отличие от моего. И он подходит к пиджаку. Этот наряд выглядит настолько впечатляющим, что при необходимости его легко можно было использовать для порно-пародии на канале Wood Rocket. После выхода на видео снеговика 1997 года, пришлось три года ждать его продолжения. Несмотря ни на что, у него такая же линзовидная обложка, и черт, мы готовы взять это на прокат в любое время суток. Для протокола. Да, этот фильм про снеговика-убийцу-мутанта. Краткое содержание фильма на IMDb прямолинейно до такой степени, будто его писала какая-то умная жопа. Мутант-убийца-снеговик вернулся, чтобы встретить больше людей на Рождество. Даже фильмы Холмарк используют множество оборотов речи для описания сюжета про поцелуи перед камином и спасение местного магазинчика кофейных кружек от закрытия. Естественно, причина, по которой они использовали очень специфичные титры, заключается в том, что они не хотели, чтобы кто-то подумал, что это продолжение фильма с Китоном. Мы не имеем к нему никакого отношения, ведь это та еще жуть. Мне случалось наблюдать, как люди приходят в замешательство, ведь я работал в видеомагазине, где покупатели сердились, потому что думали, что порнуха-пираты — это часть пиратской серии Дисней. Спойлер! Так и было. Снеговик 2. Майкл Куни вернулся в качестве сценариста и режиссера. А Скотт Макдональдс в роли Джека Фроста. Кристофер Олпорт в роли Сэма. Эйлин Силли в роли Энни. А самое главное — Морковка в роли Носа. Как мы все помним, Джек Фрост был утоплен в антифризе, расфасован по контейнерам и погребен. Но что я действительно хочу знать, так это что произошло с отцом, рассказывавшим историю своей дочери в начале первой части. Здесь все начинается с Сэма, который на приеме говорит с единственным человеком, которому он может доверять, своему любимому персонажу Сайнфилда, мистеру Питту, который его не слушает. Джек был героем. Прямо с печки он перепрыгнул через свечку. Я же сказал! Никаких рисунков и каламбуров! Он как-то неправильно исполняет. Это не драматично, это смешно. Подслушивающая в приемной секретарша тоже находит это забавным. Это не было несчастным случаем. Это что? Это всего лишь Элейн, которая выбирает для меня красные носки. Она думает, что это настолько забавно, что зовет Village People послушать этот разговор. Очевидно, что очень скоро он лишится врачебной лицензии. У меня такое чувство, что жители этого городка не слишком сообразительны, и Джека Фроста каким-то образом скоро откопают. Уверен, что это здесь. Да, конечно! Отвечаю, это то самое место! Не следовало его хоронить в Мэйберри, США. Таким образом, они откапывают убийцу, но теперь у ученых наконец-то есть правильная формула. Видите? Если они смогли воссоздать классический эктокулер, то вполне смогут вернуть его в магазины. Эти вступительные ситры выглядят, словно полностью являются Би-роллом. Я мог бы это увидеть в какой-нибудь рекламе средства для волос. Я полагаю, что сейчас этот парень должен сделать что-то глупое. На нем дурацкая шляпа, он по-любому во что-нибудь вляпается и станет злодеем из комиксов под именем Кофе Мэн. И что у него будут за способности? Силу рисованной графики, я полагаю. И Джек Фрост снова тает и стекает в трубу. Как он это уже делал? События первой части заставили Сэма бояться выходить наружу. И опять же, у него все те же приступы паники. Поэтому он едет в отпуск и все больше персонажей возвращается. Включая актрису дубляжа Маршу Кларк, а также жопу. Поскольку во время съемок первого фильма стояла теплая погода, то почему бы не снять продолжение в тропиках? Однако их настигли все те же проблемы с погодой. Каждый съемочный день шел дождь. Эти локации и персонажи напоминают классный мюзикл, действие которого происходит летом. Эта сцена смешная. В ней указывается на то, что персонажам предстоит усвоить. Как бы то ни было, они узнают, в чем истинное значение дружбы. А, еще как. А еще я уверен, что каст «Спасенных звонком» тоже где-то поблизости. Однако мы должны продолжить просмотр этого сезона «Белого лотуса». Нам нужно выяснить, что предшествовало роковому удару морковкой в лицо. Также какие-то люди выброшены в море. В данном случае, это версия острова доктора Морро от Джона Франкенхаймера, если бы он его снимал. Джеку пришлось каким-то образом вернуть свой морковный нос, но с таким же успехом он мог бы получить его у этих двоих, которые так голодны, что они дерутся за последнюю морковь. Почему-то кажется, что вторая часть еще более малобюджетна, чем первая. Один был заколот сосулькой, а второй пошел на дно под комментарии Джека. Именно так мы понимаем, что он заполучил нос. Забавно то, что Джек путешествует с приливами и отливами, и сразу же определяет, где находятся наши отдыхающие герои. Еще там есть услужливый бармен, который помогает девушкам кого-нибудь подцепить. Я думаю, этих двух девушек с нетерпением ждут под деревьями. О, спасибо, мы как раз искали братство, где можно снять мансарду. Я начинаю понимать, почему он не в восторге от этого места. Похоже, у нас тут супер-пупер-вечеринка. А это работа для капитана Беселухи. Больше никогда не поеду в отпуск. Даже Джек сторонится трясущих башкой в караоке. Девчонки тусуются на пляже, пока что. Похоже, что остров будет захвачен отрезанным членом убийцы, который устанавливает мины-ловушки, чтобы нарисованные сосульки упали на нее. А если это не сработает, то делай то, что сделал бы на Рождество Уайли Койот. Я отказываюсь от попыток уяснить его силу. Теперь похоже на то, что он обладает способностями смерти из пункта назначения, только он больший затрод. Щипцы, мне так страшно! Даже не знаю, мне убежать или взять соус барбекю. Я надеюсь, Скотт Макдональд не знал контекста, когда зачитывал эти строки. Он лишь предполагал, что должен появиться снеговик и кого-нибудь убить щипцами. Такое легче объяснить, нежели это. Свистать всех наверх! Капитан Веселуха — это Пати Коп, похожий на детектива Стива МакГаррета. А сейчас давайте прервемся, пока они очищают картофельный салат от мух и кусочков моркови. Лишь одно может неожиданно произойти с Лаймом. Надеемся, ваш праздник озарит неожиданная улыбка. Добро пожаловать обратно! Вам еще недостаточно телевизионного кино? Ладно, ладно. Смотрим друг за другом. Как будто не увидитесь вы больше никогда. Он очень серьезно относится к косплею Хиггинса. Агент Мэннерс тоже вернулся. Теперь Томас Джейн выбьет все дерьмо из этого фильма. Ему надели повязку на глаз. Возможно, для того, чтобы скрыть, что это другой актер. Здесь агента играет Дэвид Аллен Брукс. Кто еще способен проникнуть в разум убийцы? И нет, он не Уилл Грэм. Но зато он был в Охотнике на людей. Может, замена актера является причиной того, что Сэм его не узнает до тех пор, пока его имя не произносят. Фильм по-прежнему находит способы вас удивить. Телефонная линия сдохла. Посмотрим, кто следующий. К примеру, он способен проникнуть внутрь снежного шара. И он вырубает телефонные линии, даже не знаю, вкладывая в эту частичку себя. К несчастью, тут есть супергерой. Они могут положиться на Капитана Веселуху, особенно когда тайна разгадана. Можно предположить, что убийца Даг Джонс, но ранее он уже был убит на плоту. И почему-то я продолжаю думать, что агент Мэннерс вернулся в образе Джона Херда. На протяжении всего фильма у нас много кадров от первого лица. И тогда я действительно начинаю задумываться о том, что у них либо было лимитированное время на использование костюма, либо он был очень недолговечным. К тому же льда становится намного больше. И что, если он в форме кубика льда, значит, теперь его больше, чем один? По каким-то причинам, единственная нереалистичная вещь в этом сюжете, как мне кажется, это то, что почему-то никто в сиквеле не слышит его болтовню. Это похоже на один из тех рекламных роликов Кока-Колы, где говорящие кубики льда любят, когда их добавляют в напитки и едят. По какой-то причине, которая, как вы знаете, приводит к тому, что человек, пососав ледышку, взрывается. Денег так мало, давайте покажем его смерть через снимок Полароида. Самая важная вещь – это каст людей, которые хорошо проводят отпуск, словно в фильме «Хэппи Мэдисон» о Джеки Фройсте. И я даже знаю, кого бы сыграл Роб Шнайдер. Он собирается как-то превратиться в животное, не так ли? Это то, чего пока не хватает в запутанных сценах смерти. Вам понравится. Весьма амбициозные планы при переходах. В этих костюмах они обязательно выловят всех торговцев марихуаны на острове. Наконец, хоть кто-то услышал голос Джека. Все должно быть очень просто, чтобы победить его, как в первом фильме. Нужно много антифриза. И мочите каждого маскота в костюме снеговика, какого увидите, даже если это повлечет проблемы. Мы не можем допустить, чтобы гости нападали на персонал. Такой услуги нет. И ты называешь это отпуском? Теперь у меня начинается посттравматический синдром из-за другого случая в прошлом. Но там, на земле... Сэм... Нет. Лежала морковка. Прямо на земле. Боже, я знаю, какого детектива они собираются позвать. А вы любите морковь? Справедливости ради стоит сказать, что он рожден для этого дела. Мы убьем немного времени, прежде чем получим самую популярную сцену всего фильма. Даже если вы никогда не смотрели его целиком, вы по-любому где-нибудь видели часть этой сцены, где он опускает свою руку в бассейн, и она погружается на дно под толщей льда. И вся трагедия в том, что это последнее, что она видела в своей жизни. А вот то, чего вы не увидите ни в одном клипе. Судя по этой стремительной реакции, у них действительно не было костюмов, в котором можно было бы передвигаться. Поэтому просто заморозим все пиво. И кто, черт возьми, он такой? И почему, раз у него такие силы, он просто не заставит замерзнуть весь остров? Тогда вам действительно будет удобно, если вы заснете под теплыми одеялами. Хотя факт в том, что очень холодно, несмотря на отсутствие кондиционера. Это заставляет его осознать, «О боже, убийца-снеговик вернулся!» Видите? Джек может брызгать фальшивым киноснегом. Мы все облажались, и это не злит никого на этом острове. Не бойтесь, за этим последует сражение с мешками. Как здорово, ребята, завтра не надо идти в школу. Сэм единственный, кто встревожен, поскольку есть лишь один человек, который на это способен. Мистер Фриз. Но поскольку у него слишком большое количество каламбуров, даже для этого фильма, то это по-любому Джек Фрост. Но мы можем позволить себе содрать сцену с замороженным мясом у рождественской истории. И я уверен, все произойдет точно так же, как если бы зефирный человек подошел бы сзади и вырвал его язык из головы. Вы можете увидеть места, где они сэкономили как можно больше на эффектах, как здесь, где он швыряет снежки направо и налево достаточно сильно, чтобы отрывать людям руки и пробивать их головы. У него даже есть пара лишних сосулек. Однако мы все еще не можем показать вам большую часть костюма. Есть лишь один мужик, способный ему помешать. Это концентрированный антифриз. И я уже год ношу его на своей шее. И не спрашивай, откуда у меня сыпь на груди. Однако довольно забавно, когда он думает, что обычный снеговик — это Джек. Хотя это явно не так. Ты должен найти того, кого можно принять за призрак, вызванный на спиритическом сеансе. Джек! Бум! Пора бежать! Уи-и-и! Он единственный, кто исчезает в снегу. И все же некоторые очевидцы по-прежнему не верят. Я же говорил вам, я чувствовал с самого начала. А что, Джек теперь летает первым классом? Мы должны помочь. Точно. Должно быть, это какой-то другой говорящий убийца-снеговик. Однако важно то, что персонажи по-прежнему одна команда. Я с вами. А я... Нет. Джо, ты останешься здесь. Это именно то, что я хотел сказать. Джо — герой, олицетворяющий каждого из нас. В то же время, это комедия, поэтому, конечно же, они должны налить свою волшебную жидкость в водяные пистолеты. Они объясняют, что, возможно, Джек нашел Сэма, потому что их ДНК перемешались во время драки в антифризе в конце первой части. Было бы больше смысла, если бы вы ничего не объясняли. Просто покажите нам, как наши герои ведут себя, словно дети, захватившие дом со своими шалашами, пока родители в отпуске. К счастью, тут есть бочки с антифризом, и это серьезно. Стойте! Снежный ангел! Слабость капитана Веселухи в том, что он всегда к месту и ко времени. У Джека Фроста нет ни единого шанса. Смотрите. Сейчас они строят свои крепости намного лучше. Хотя я думаю, что слабая сторона Джека в более дешевом дурацком костюме, в котором невозможно ходить. Естественно, он упадет в антифриз в любую секунду. Вы думаете, все кончено, глупцы? Этот фильм не просто так длится час двадцать. Давайте сделаем перерыв, а когда вернемся, он станет непобедимым, потому что новым он каждый раз становится лучше. Неплохо. Счастливых праздников от ваших друзей из Макдональдс. Всех с возвращением! Нет! Тут такое творится! А теперь давайте уничтожим все снежки, которые попадутся на глаза, или хотя бы посмотрим на один, пока не узнаем что-нибудь полезное о злых снеговиках. Ладно, кто-то вылупляется, и это малыш Джек Фрост. Я буду твоим папочкой! Ну, прямо как в Прометее. Я признаю это. Первый фильм был лучше, но этот более непредсказуемый. Я не ожидал малыша-снежка. Он гоняет их по всей комнате, пока они не пихают его в блендер, который все равно его не убивает, потому что начинаются проблемы с триблами. Только здесь они из снега. Я удивлен, что мы не смогли найти маленьких снежков в магазинах. Они могли бы сделать из этого адскую рекламу. Вы даже смогли заставить их говорить. Тосты! И все фильмы с Джеком Фростом проданы. Может, просто вам всем стоит покинуть остров и смириться с тем, что теперь это остров злых снеговиков? Это избавило бы вас от ролей в обычной комедии ужасов, в которой герои одеваются в случайное говно, которое находят в доме, чтобы сделать охерительный кадр. Я очень удивлен, что существа не стали лицами этой студии. Они могли бы стать тем же, чем являются миньоны для Иллюминейшн. Они просто напрашиваются на партнерство с хирожными Сноубол и Хостис. Я о том, что это реально снято, как реклама нового острова Фантазии. Там обязательно будет эпизод с убийцей-снежком. Я уверен, что эти люди отчасти облегчают им задачу. Они идут на странные звуки, словно Кларк Грисволд, ищущий белок на рождественской еле. Этот план кажется довольно хорошим. Засосать их в вакуум и поместить в контейнер. Теперь проделайте это еще 300 раз, и это будет действительно долгая кульминация. И у меня такое чувство, что где-то живет реквизитор, у которого по сей день хранятся эти фигурки снежных человечков на отдельном стенде в офисе. Есть что-то очаровательное в том, что эти фильмы не признают никаких правил. Они полностью осознают, что придумывают дальнейшее по ходу дело. Например, как они собираются победить в этот раз. Что ж, поскольку ДНК Сэма и Джека смешались, они вспоминают, что у Сэма аллергия на бананы. А это значит, что у снеговиков на них тоже должна быть аллергия. Поэтому они кусают и чистят каждый банан, который смогли здесь найти. Чтобы раз и навсегда положить конец беспределу злобных снеговиков. О, как же было здорово мухом на стене во время съемок этой сцены. А, что же написать? Как они победят Джека? Может взять бутылочку 99 Bananas? О, точно! Бананы! Однако я не знаю, на чем, черт возьми, сидел сценарист, когда писал печальную сцену, в которой один из детей Джека умирает у него на руках. И он плачет. Не волнуйтесь, скоро все снова станет веселым, когда убийства продолжатся. А костюм продолжит позволять легко убегать от Джека всем, кроме нее. Вы что, не знали, что он может превратиться в коробку и заманить ее в ловушку внутри себя? Конечно, у меня нет доказательств. Но мне кажется, что Энн оказалась в плену внутри снеговика. А затем Джек выстрелил, и он взорвался, как будто в более кровавой версии охотников за привидениями. Потом он вытаскивает жену из слизи, и это приводит к какуль ему торнадо. Все хорошо, они отправляются навстречу рассвету. На самом деле не имеет значения, что здесь происходит, поскольку во вселенной этого фильма больше нет продолжений про Джека Фроста. Как бы мне не хотелось увидеть этот сиквел в стиле Годзиллы. Первоначально ходили слухи о третьей части, но ее отменили после трагической гибели Кристофера Оллпорта. Тем не менее, это два веселых фильма. В первой части было больше смеха и убийств, но вторая набирает обороты в третьем акте. С появлением снежков вам легче распознать низкий бюджет, чем в первой. Но по-прежнему достойно то, что они делают все, что в их силах, чтобы фильм оставался интересным, каким он и является. Я наконец-то снял эти два обзора, так что теперь могу вернуться к тому, что обычно делаю. Одеваться по выходным, как шут гороховый, и притворяться, что я лучше всех разбираюсь в фильмах и говорящих снеговиках в блендере. Чувак, у меня пиво теплое. Херо. Субтитры сделал DimaTorzok